Я должна прямо так разговаривать, знаешь, как, типа, как репортер. Добрый день, дорогие господа! В эфире срочная новость. Сегодня мы решили о такой домашней обстановочке. Ты даже не представилась. И что? А как же, всем привет, с вами Поники. Они могут прочитать, что мы Поники. Всем привет, с вами Поники. Это было максимально неправдоподобно. Не, я передумаю лучше. Всем привет, ребят, с вами Поники, Даник, Полина. Мы решили записать для вас такое небольшое разговорное видео, где мы просто валяемся на нашей кровати. И сегодня мы будем говорить про что, Полин? Мы будем говорить про новый фильм Тарантино. Я думаю, все уже знают. Однажды в Голливуде, Масса по Нотайме Холливуд. Скорее всего, все уже его даже посмотрели, потому что он уже вышел несколько месяцев назад. Но это неважно. Мы посмотрели его только вчера. И нам захотелось его обсудить. Мы специально старались много не обсуждать. Не разговаривать, не обсуждать фильм, чтобы сейчас был такой лайф. Хорошо, начнем тогда с самого простого. Что скажешь, как тебе фильм создал? Во-первых, я скажу, что нам обоим очень понравилось. Очень зашло нам, реально. У нас в конце фильма мы просто оба смеялись до слез. И мне кажется, единственные, которые смеялись так сильно в зале. Даже было неловко немного. Нет, зал нормально рвался. Но мы ходили с группой из моего университета, как киноклубом из моего университета. И ребята... Ну, они все вышли и не понимали вообще, что происходит. И вообще, зачем они это посмотрели, и что они только что видели. На самом деле, если говорить про фильм в целом, то давайте опишем его так. Это что-то очень непонятное. Твоя одна курсница даже сказала, what the fuck was that? There was no story. Ну... No storyboard вообще. Никакой истории, в принципе. Короче, и она была не одна. Короче, многие сказали, что это была полная хрень. Извините за внимание. Короче, не понравилось многим. Почти всем не понравилось. Ну, в принципе, как и судя по отзывам в интернете, по обзорам, большинству не нравится. Я, честно говоря, шла тут, я думала, не знаю, как ты, но я думала, что мне не понравится. Я была уверена, что, типа, такая, блин, три часа, все, буду сейчас сидеть. Явно будет скучно, но ладно. Надо с Тарантино смотреть. Потому что была такая вот какая-то атмосфера в интернете, и от всех обзорщиков такие вот ожидания были, ну, занижены. Я вообще... Мне было наоборот, потому что, как правило, когда все обзорщики что-то там фладят, мне, как правило, это не нравится. В случае с Тарантино, да, многим людям не зашло, потому что это не массовое кино. Понимаете, в чем крутость, как мне кажется, Тарантино всегда была? Это был режиссер, который мог, умел снимать какие-то нестандартные фильмы, порой даже с глубокими мыслями, но преподносил их в таком угарном и эпатажном виде, который цеплял абсолютно любого человека на земле. То есть, конечно, да, были явно люди, которым не нравилось большое количество матюков или агрессии, но в целом он снимал массовые фильмы. Однажды в Голливуде это... Я вот честно, я даже не считаю это фильмом. Тарантино часто снимает фильмы новеллами. Я скажу, что это просто одна большая новелла про один эпизод жизни двух людей, которые просто растянули на три часа. И, наверное, ты согласишься с тем, что, в принципе, он довольно затянут. Он довольно затянут, да. Были моменты, когда я сидела и думала... Ну, я очень люблю кино, и я даже рассматриваю кино, даже не просто смотрю как фильм, а я сразу же параллельно, у меня идет такой просмотр как и режиссера, и оператора. То есть, я смотрю, как все снимается, как это было снято, какое решение вот тут, вот тут. И даже мне вот с этим вот всем, вот этими кучами процессами в голове, мне даже какой-то момент становилось скучно. Я зевала, и я поняла, что, блин, это уже затянутый человек там едет на машине к себе домой, как он идет, идет, идет. Ну, то есть, и разговоры эти длинные-длинные-длинные, то есть, было так немного нудно в какие-то моменты, но в то же время так все плавно-плавно нас готовило к последней сцене. Я скажу так, что последняя сцена, вот это был Тарантино, вот это был реальный Тарантино. До этого, как люди писали в интернете, я видела, что это действительно был не совсем Тарантиновский фильм, то есть, это был не Тарантино, которым все привыкли его видеть, а вот в конце все, короче, завершилось именно как все любят. Вайланс, в общем, насилие, угар, матюки и куча всего остального. Сигнапсис, сюжет, давай будем идти по пунктам так, а то у нас какая-то бесконструктивная речь. Не удивляйтесь, все ролики этого формата будут такими. Просто разговариваем. Да, да, понимаете? Тут прекрасный микрофончик. Да, да. Мы можем сидеть и разговаривать, поэтому мы просто сидим и разговариваем. Да. Ну, крутые, да. В результатах я твоя мама, которая ненавидит насилие. Которая очень верующая и правильная женщина, я бы сказала. Да, в общем, это золотая женщина, которая верит только в добро в этом мире, и поэтому, в общем, она не любит Тарантино. Вот, как бы ты рассказала своей маме? Я бы сказала маме, мам, не смотри, даже не думайте, о чем нравится. Ладно, хорошо, другой пример. Ладно, тогда подумай о моей маме. Вот моя мама любит жестокость, кровищу, экшн. Секс, наркотики. Вообще, моей маме сейчас-то даже не важен сюжет. Моя мама любительница крутоты, то есть ей главное действие. Вот, расскажи, почему моей маме бы не понравился этот фильм, скажи? Я бы сказала, что, в принципе, там ничего не происходит. Люди просто разговаривают. Люди просто живут какой-то своей жизнью. Нет никакой ни завязки, нет ни какой-то там вот, как обычно в фильме все происходит, завязка. То есть какое-то событие случается, и это такие интриги, там, не знаю. Ну, в общем, заставляет нас быть на чеку, почему мы продолжаем смотреть фильм, потому что нам интересно, чем это все закончится. Тут такого вообще нету, тут это все отсутствует. Просто как и, в принципе, началось ничем, так и закончилось ничем, я бы сказала так. То есть не было ничего такого, какой-то вот... У каждого персонажа свои проблемы, но нет целостной истории. Да, в конце концов, эта история свелась к тому, что вот произошло такое... Я не буду спорить, но произошло событие, которое, как бы, все истории, в принципе, соединило просто к одному событию какому-то, которое произошло в их районе, в районе, где все эти герои жили. Я вот хочу сказать, что... Ребят, что такое этот фильм? Представьте, что у вас есть друг, два друга, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, и представьте, что они секретари, условно, или бухгалтеры. Представьте, что у них на фильме начался пипец, у них ничего не получается, и они теряют работу и не знают, что делать дальше в жизни. И вы просто наблюдаете за жизнью этих людей два дня. Нету никакого сюжета, вы просто смотрите за тем, о чем эти люди думают, о чем они разговаривают, как они живут, чем они занимаются. Вот и все, это весь фильм. В общем, по поводу съемки... Думаешь, я это вставлю, да? Я это уберу, я монтирую видео, так что... По поводу съемки, мне очень понравилась съемка, и действительно, вот ты просто наблюдаешь за жизнью людей, и все так вот, не знаю, вот так вот красиво это показывает, такие и крупные планы, и эти переходы. Ну, как типично Тарантино, я бы сказала, некоторые его типичные приемы отсутствовали. Нет, один раз был, когда вот это вот разделение кадров на несколько, у него вот такое обычно бывает, знаешь, там вот эти линии плывут, ну, как в Kill Bill было и так далее. Да, кстати, я хотела сказать по поводу Джеки Чану. Тебе понравилось? Какой Джеки Чан? Это был Брюс Ли. Только что Полина продемонстрировала, как она не разбирается в видеокультуре. Это был Джеки Чан. Вообще-то это расизм. А, да, это Брюс Ли, да. Короче. Ну, ничего, убить. В общем, как тебе понравился Брюс Ли, тебе понравился, как его показал Тарантино, и тебе не показалось в этом, как многим показалось, что это было, так сказать, очень издевательски. Да не, ребят, ну, серьезно, как бы, скажем так, если вы смотрите фильм, почему люди воспринимают это серьезно, вот, как, я не знаю, была история с этим, фильмом про русского царя, все обозлились на режиссера за то, что он показал как-то царя, теперь тем более святого человека с какой-то неправильной стороны. Ребят, это же художественный фильм про альтернативную историю. Ну, просто многих оскорбил тот факт, что Брюс Ли был показан таким вот очень... Показалось, что его высмеяли слегка, но я видела интервью с Тарантино, где он сказал, что, когда у него как раз-таки задали такой вопрос, он сказал, что нет, вообще он такого не преследовал, что это было с долей иронии, но он сказал, что даже его жена, когда он написал книгу по своему покойному мужу, я, честно, не знаю, как называется книга и так далее, но он, в общем, написал эту книгу, и там она очень много писала о том, что Брюс Ли очень высокомерный, и как с ним было тяжело жить, потому что он такой высокомерный и, типа, такого себе мнения. И Тарантино говорит, что это известный факт, и он просто решил немножечко сиронизировать. Но мне не показало... Мне просто это было смешно. Я понимаю, меня бы, наверное, это обидело, если бы меня так высмеяли, но это Тарантино. Не знаю. А меня бы не. Меня бы не обидел. Но тебя бы не обидел. Меня бы не обидел. Знаете, это такой странный фильм, когда... Вот обычно о фильме есть, что сказать, там, классный сюжет, классная игра актеров, классная постановка. Неожиданные решения какие-то, вот, например, в сторилайне, да, то есть какие-то неожиданные повороты событий, но тут такого вообще нет. Неожиданные повороты сюжета я вообще уже давно в кино не видел. Нет, я видела. Ну ладно. Ты какой-то плохой кино смотришь. Ну, ты смотришь. Хотя мы смотрим вместе одно и то же. Я просто не хочу бедных людей. Я понимаю, от чего им это стоило. Ты просто защищаешь своих коллег, да, всё правильно. Мне их очень жалко. Я знаю, что они старались, поэтому всё хорошо. А мне их не жалко. Короче, ребят, это очень странный фильм. Просто хочу суммировать для вас в суде. Смотрите, почему надо идти? Надо идти, потому что Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и многие другие ребята... Актерская игра, да. ...которые шли с Тарантино долгую всю его карьеру. Почему надо идти? Потому что это дань уважения к самому режиссёру. Потому что этот фильм получился для него очень личностным. По сути, Тарантино просто рассказывает вам историю из своего детства, которая его очень сильно затронула. Он передаёт вам своё анастетическое чувство о той эпохе, в которой он чувствовал себя счастливым, когда трава была зеленее и вообще жилось ему лучше. Так он сам, в принципе, и говорил об этом. Фильм берёт за основу реальные события. Но почему я говорю, не надо рожать над Бьюсом Ви? Потому что в этом фильме много реально существовавших персонажей, но многие из них не такие, как они были. Вообще, фильм закончится не так, как было в реальной истории. И, кстати, это очень важный момент. Если вы хотите понимать, что вообще происходит, и вы не хотите издевать, потому что я знаю, что многие мои знакомые, когда посмотрели фильм, он им не понравился, потому что они не понимали, о чём идёт. Да, если вы ещё не посмотрели этот фильм, то мы вам реально советуем перед этим хотя бы чуть-чуть ознакомиться с историей Голливуда. Не то что... Просто наберите в Википедии, найдите страничку «Однажды в Голливуде», и там высветится пару линков, ссылок на разных персонажей, как Паланский и так далее. И просто немного почитайте их историю, чуть-чуть. И тогда вам будет смотреть просто... Ну, вы больше поймёте, что хотел сказать режиссёр. Потому что, в принципе, он просто показал альтернативную историю так, как он бы хотел, чтобы реальная история закончилась. Реально, это такой странный фильм, можно о нём очень долго говорить. Он реально... Он мне понравился, но я ещё раз говорю, это не фильм. Скажу так, я бы сравнил так. Художник видит на улице в детстве какой-то элемент природы и зарисовывает его, и передаёт. Вот я бы сравнил этот фильм с чем-то таким. И по поводу, как смотреть. Ребят, смотрите фильм на английском языке, но если плохо понимаете по-английски, смотрите его с субтитрами. Если вы смотрели фильм на русском, то посмотрите на английском, потому что... Не, просто русский язык, понимаете, просто невозможно передать. Смысл таких фильмов, смотреть их нужно только в одинакове, потому что именно оригинал и оригинальные фразы, они передадут смысл фильма, передадут шутки фильма, передадут иронии. Я просто... Я впервые в жизни смеялась над насилием. Вот честно, у меня никогда такого не... Не, ну ладно, тронтиновские фильмы, в принципе, они на этом... Я смотрела его фильмы, не все, но я впервые в жизни так угорала над насилием. Это было... Ну, Бесславных ублюдков. Это было прямо тонко, это было прямо вот... Ну, особенно, когда он вышел с этой... Что ты спорюешь? Ладно, простите. Да, может, они все, наверное, смотрели уже, но неважно. В общем, просто концовочка, реально, это было очень смешно. Вот просто я думала... Мне было стыдно уже, что я смеюсь, потому что не могла остановиться. А, вот что я еще хотел сказать, что... Где камео Тарантино вообще? Его не было. Я было, я его проморзил. Я тоже его не видела, я не знаю, может быть, в этой версии, в которой мы смотрели, ее не было. Он должен был выехать на машине в красном пиджаке. Ну, по крайней мере, то, что я видела скриншот из интернета, это было вот так. Ладно, я проворонил. В общем, не было камео Тарантино, ребята. Я, наверное... Нас обломали. Скорее всего, мы просто не убили. Скорее всего, его просто не было. Кстати... Надо представить, этот человек... Эта штучка будет часто присутствовать в наших обзорах. Это наш любимый Карл Какашевич. Все знакомы здесь? Карл Какашевич. И ее любимый Карл Какашевич. Вообще-то, я его подарила ему, и он отдал его мне. Ладно, ребят, короче, если хотите посмотреть нормальный, структурированный обзор по фильму, напишите об этом в комментариях, потому что мы любим... Если вам интересно, там, сюжет... Да, если вы хотите, чтобы Полина рассказала вам про художественный прием, потому что она реально в этом шарит и разбирается. Если вы хотите, чтобы мы добавили, сделать какой-нибудь интересный обзор о том, как снимает Тарантино, напишите об этом в комментариях, ставьте лайки. Да, пишите нам вообще, нравится ли вам такой формат, хотите ли вы идете дальше, просто такой... Дайте фидбэк, да, как бы пишите абсолютно любые идеи, все, что вам придет в голову, что бы вы хотели снять, пишите. Вот тут также будет деться наш Инстаграм, Полина вставит, это тоже наш блог. Да, мы назовемся пониками. Все, наверное, на этом все, спасибо. Будем стараться пускать ролики чаще. Я ничего не буду говорить, как мы говорим, пускать ролики. Ничего не говори, ничего не могу пускать ролики, все хватит, потом ничего не сбывается. Потом случается аккаунтинг в нашей жизни, и все заканчивается. Да, мы учимся просто оба в университете, в Амстердаме. Ладно, не будем жаловаться. Все, ребята, всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока. 21 минута. О, мои ноги затекли. Мои из них там стоят. Смотри, что там все записалось, пожалуйста. Из моего университета, как киноклубом из моего университета. И да, будет говорить только я. Слой никто не понял. Стоп, 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 стоп. Полина, но ты слишком много говоришь, это плохо, так не надо делать. Ты ничего не знаешь про YouTube, все тебе учить надо. Я тут блогер, у меня 500 подписчиков. 504, по-моему, да. 500 подписчиков у меня. Без тебя набралось, так что... Нет, 5 благодаря мне. Хорошо, 490 без тебя. Все, давай, нормально. Да, я просто, знаете, я это типа фрирайдер. Я все на ее славе, на ее работе. Я ничего не придумываю, ничего не делаю. А еще лучше, в каждом выпуске стал кафе, я сейчас еще кашу. Нет, давай. Как-то остановить запись. Как остановить запись? Ждите, я остановлюсь, быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...